Благослови Душевное Господа Благослови Душевное Господа Благослови Душевное Господа Благослови Душевное Господа Благослови Душевное Господу Их отдельная обрядовая сторона, например, та же богослужебная, о которой мы немного говорили сегодня, она спасительна и правильная для них. Вот когда у меня сложилось это решение, этого вопроса и этой проблемы, когда я первый раз пришел в приход здесь, в Москве, в Крылацком, конечно, я служил в Греции полностью, исполняя греческий устав, потому что я служил в греческом приходе, не в русском, а в греческом. И фактически это были первые шаги моего священнического служения и все, чему я учился, я учился у греков. Но когда я пришел сюда, я встретил на своем приходе, мне повезло, Господь устроил, и я встретил протерея Георгия Бреева, священника, который 50 лет в Сане, здесь в Москве. Я стал учиться у него и взял все, ну, пытаюсь брать все традиции, все то доброе, что есть в Москве. И мне кажется, что ничего греческого привносить в мой приход в Москве не нужно. Но мне точно так же кажется, что ничего с моего прихода московского не нужно переносить в Грецию. Это касается даже самых простых, может быть, мелочей обрядовой жизни. Например, вот такой пример у меня сейчас возник в голове. Два епископа встречаются, греческий епископ и наш. Одеты они в одинаковом облачении, но кровооблачения совершенно разные. У греков, если представляете, что такое амафор, лента, которая сверху на архиерейском сакосе, на патриаршем или любого архиерея, переброшена через шею. У греков широкая, у русской традиции узкая. Встречаются два архиерея и говорят, как можно такое облачение носить. Другой говорит, грек говорит нашему, а как можно такое носить. То есть и такой вид кроя правильный, и другой вид кроя правильный. Теперь насчет сидения в храме. Если человек устал и может сидеть, он может сесть и сидеть в Греции, там, где есть у них места кафизмата, места для сидений. И это правильно. Но если я поставлю в своем храме кресло, и мои прихожане будут сидеть, они не смогут сидеть, во-первых, потому что это будет смущать их совесть. И в таком приходе будет очень тяжело спасаться. Теперь, например, в отношении нового и старого стиля какой лучше? Лучшее, новое для греков и старое для нас. Потому что, когда я жил в общежитии в Афинах, и были некие зелоты-ременители из России, которые учились тоже в богословском факультете. И я вспоминаю такой случай. Наш директор общежития, Архимандрит Прокопий, готовил сам, вместе с ребятами, рождественский обед. Он готовил его для празднования Рождества по новому стилю. Но наши зелоты, которые были, учились, они не пришли на эту трапезу. Тем самым обидели гостеприимного Архимандрита и церковь греческую, которая принимала этих студентов, давала им стипендию, которой они не гнушались, давала им жилье, которым они также не гнушались. Но они погнушались трапезой общежития. И потом, с ожалением, собрал всех студентов этот батюшка, ныне епископ. И он со слезами на глазах говорил, как вы могли так поступить. Он сам учился в Санкт-Петербурге. Говорит, когда я жил в Санкт-Петербурге, я разделял с вами все ваши радости и горечи. Я разделял с вами все ваши праздники. А вы что хотели мне показать? Что я заблуждаюсь? Что я новостильник и раскольник? Что я вне церкви? И только вы правильные христиане? Вы постники и схимники? Больше он ничего не сказал. Просто сказал, что я вас не понимаю. После этого, конечно, все студенты изменили свое отношение к этому. Что касается, например, календаря и стиля, то, если вы знаете, афонские монахи и весь Афон остался на старом стиле. Но если приезжает, и это часто бывает, афонский монах в любой приход греческий, он новостильный. Он служит, даже не спрашивая, какой здесь стиль. И разделяет с элладской церковью греческой все праздники вместе. Но когда он возвращается на Афон, он сразу же переходит на старый стиль и продолжает жить по старому стилю. Точно так же греки, которые живут на материковой Греции по новому стилю, когда они приезжают на Афон, они, конечно же, ждут все праздники в старый стиль. Ну и вы видели встречи архиереев, и со святейшим сослужат архиереи других церквей, тех церквей, которые перешли на новый стиль. И они сослужат с нами. Наши же архиереи, когда едут к ним, служат по новому стилю и разделяют с ними все праздники. Есть и других много вещей, которые есть у греков, нет у нас, которые хотелось бы, может быть, иметь у нас. Но когда более глубже думаешь об этом, ты понимаешь, что нельзя применить просто то, что есть у греков, к нашей современной реальности. Ведь если можно было бы просто применить то доброе, что есть у греков, можно было бы взять просто книгу преподобного Паисия, изучить ее, все тома от А до Я, и спастись, и быть там, где преподобный Паисий. Если вы прочитаете и выучите наизусть книгу преподобного Паисия, и все доброе, что там есть, возьмете себе, вы станете святым. Возможно, и дай Бог. Но, к сожалению, так не бывает, потому что у каждого из нас свой путь к Богу. Я на этом не заострял внимание, но я, если вы заметили, говорил каждый раз о возрасте преподобного Паисия. Когда он постригался, когда он шел в один монастырь, в другой. И вы видели, что он молодым, поменял много монастырей, был в стамионе. И когда ему было всего лишь 30 лет, и он приехал, 33 года, когда его постригли, и он приехал вынужденно в конец с украдителем, все местные жители кланялись ему до земли и называли его старцем. И старцем он и был. В последствии он говорил, поскольку он встретил вот тех зелотов, раскольников, о которых я вам рассказывал, он в последствии говорил, которые были старцами по возрасту, он говорил, что не всякий старик старец, что длина бороды и возраст не имеют значения. Мне было тоже некомфортно первый год своего служения, когда мне было всего лишь 29 лет. В Греции все прихожане брали благословение и говорили, ерунда, старец. Я понимал, какой я старец, но из-за уважения к сану, не ко мне, конечно же. Есть такая традиция у греков, они любого монаха, которого бы встретили на своем пути, даже не носящего крест, то есть не облеченного священным саном, они у него берут благословение и целуют его руку. И диакона тоже. И любого священника называют старцем. Так вот старец Паисий, если бы люди ждали, пока он состарится, то, может быть, никогда бы не увидели старца, потому что старец Паисий умер в 69 лет. А многие наши прихожане хотят старца, как минимум 90-летнего, чтобы уже не ходил, а лежал на постели. Поэтому, причем вот что еще важно в старчестве, о чем говорил тоже преподобный Паисий, не только возраст, но еще и реклама, которую делают многим старцам. Он говорил о том, что настоящий старец он не заметит для мира. Потому что за своей молитвой, подвигами и постом ему некогда старчествовать. Вот и Паисий, он прятался у своей кельи, но люди находили его. Он вывешивал постоянно вот эти объявления, бросьте здесь, оставьте, я буду молиться за вас, не волнуйтесь, у вас будет хорошо. Но люди хотели увидеть живого старца, поговорить с ним и взять благословение. Не верили в молитву старца на расстоянии. Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос относится к предыдущим. А вот как, например, сторонники новостей относятся к чуду схождения благодатного огня в субботу перед Пасхой? То есть они это чудо не признают, или они его отвязывают от Пасхи? Они его признают всецело. То есть и при этом они отвязывают его от Пасхи? Нет, здесь вот в чем вопрос. Они его не отвязывают от Пасхи, чтобы вы поняли для себя, что триодь, то есть все переходящие праздники, которые зависят от Пасхи и в их числе Пасха, она у новостильников осталась по старому стилю. То есть сейчас все праздники Великого Поста и все недели Великого Поста у нас совпадают полностью с новостильниками, с новостильными церквями. И Пасху мы будем праздновать все вместе. Поэтому и благодатный огонь сойдет в день Пасхи, даст Бог, для всех православных церквей мира. Еще вопросы? Пожалуйста. Простите, пожалуйста, а где был похоронен Паисий Святогорец? Потому что когда мы были в Салониках, рядом с Салониками есть то, что вы рассказывали, монастырь на Богослове, там могилка, где предлагают взять песочек с могилки, мы тоже взяли, конечно. Вот просто вы рассказывали и не уточнили. Я вам не расслышала. Да, вот там в этой могиле похоронен преподобный Паисий, и он, как его старец и романах Тихон, завещал не трогать молитву до второго и страшного пришествия. Поэтому мощи его не обретены, они покоятся в могиле, и к этой могиле паломники подходят, целуя крест. Да, целовали крест, брали песочек там. Спасибо, Господи. Может быть, церковь решит когда-то сделать анакомедии, то есть обретение мощей, но пока исполняется завет старца, который просил не трогать могилу. Потому что, знаете вы или нет, на Афоне монаха отпевают, кладут в могилу, а потом через три года достают. Да, батюшка, мы много путешествуем по Греции, поэтому мы знаем, то же самое в Метеорах. Но старца Паисия мощи оставили покоиться в земле. Спасибо, Господи. Просто я знаю, что вы брали песочек, когда еще не был канонизирован, там еще 90-х годов. Мечтание началось фактически сразу, потому что эти караваны, которые были на Афон, они не прекращались никогда, только усиливались. И после его смерти тоже. Спасибо, Господи. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо. Батюшка, вот у меня еще вопрос. Вот вы отца Георгия Бриева сейчас, ну это все-таки такой московский духовник, да? Вот есть ли какие-то контакты у вас, ну или у вашего прихода с греческим приходом или с греческой общиной, где вы служили? И вот как бы, ну мне тяжело поверить, я просто так тоже в Грецию часто езжу, что у вас не осталось никакого привязанности там к пению греческому или к какой-то, ну, то есть нету тяги туда ездить часто? Конечно, есть у меня эта привязанность. Вот когда я служил первую свою прежде освященную в Москве, я сам пел «Да исправится!» молитва моя, как умею, и последний раз пел «Катефимфито», то есть «Да исправится!» на греческом языке. Когда я только приехал, я пытался даже в богослужении использовать греческий язык, но я никогда не использовал и не использую никаких греческих особенностей богослужебных в нашей, по той причине, о которой я вам сказал в богослужении. К сожалению, между приходами моим московским и греческим связей нет. Есть личная моя только связь с теми людьми, с которыми я общался. Может, вы знаете, кто-то из вас знает, есть книга «Люди греческой церкви». Книга, которую вместе с Ильей в издательстве «Никея» мы издали. В этой книге мы хотели показать как раз вот эту особенность жизни греческой церкви, но жизни не великих подвижников, а обычных простых людей, которые принадлежат к церкви, которые сегодня живут, начиная от епископа, митрополита, и заканчивая простым мирянином. Чем живет греческая церковь? Если кому интересно, пожалуйста, можно найти. В нашем магазине она есть. Там, кстати говоря, и вы почерпнете некоторые, если вам интересно, некоторые и обрядовую сторону, и не какую-то, а деятельность самую различную, социальную, катехизаторскую, служение местных священников, сельских и городских, архимандритов и просто мирян. Да, пожалуйста. А вот можно, чтобы уже продолжить? Прошу прощения. Батюшка, я извиняюсь. И вот конкретно по теме вопросов. Я слышал, что была и при жизни старца Паисии, и после смерти клевета на него. То есть люди, которые не принимали его как старца. И даже на Афоне есть люди, которые говорят, ну нет, он просто как бы монахом был, а про старца... Ну то есть вы сталкивались с чем-то подобным в Греции? Нет, я в своей жизни ни разу, я интересовался очень много, и расспрашивал о старце Паисии, ни разу не слышал плохого слова. Слышал, да, действительно, вот такие простые слова, что он был простым монахом, самым смиренным, и самое главное, не осуждающим никого. Мы слышали сегодня, что он не осуждал даже тех монахов, которые он встречал в своих афонских приключениях. И еще в житии, если об этом говорить, то в житии есть несколько случаев, когда он говорил, как он победил вот это искушение осуждать. Первый случай был, когда он попал в церковь, и одна женщина, довольно молодая, в черном, стала смотреть на него странно. Он воспринял это как искушение. И осудил ее, что она что-то хитрое думает о нем. После службы священник сказал ему зайти к этой женщине. Когда же он зашел к этой женщине, он увидел фотографию почувшего сына женщины, которая была зеркальным отражением преподобного. И он понял, что в лице его она увидела сына. Ему стало настолько стыдно, что он сказал, я больше с этого момента никогда не буду осуждать. Но никогда случилось опять. Потом приходит письмо родителям, чтобы ему, Паисию, Арсению тогда, чтобы он вернул два бочонка из-под масла, которые брат отправил. Он думал, что брат из армии. Он думал, что брат украл масло и написал ему гневное письмо. А потом оказалось, что брат прислал это масло бедной церквушке с разрешения начальства. Опять расстроился преподобный Паисий. Опять говорил, никогда не буду осуждать. И действительно он смог победить. И он говорил, что это одно из средств, одно из орудий победы над осуждением. Помнить те ошибки, те оценки ошибочные, которые ты давал другим людям. И это помогает справиться с осуждением. Ну, есть и другое. Но это одно из орудий очень действенных. Да. То есть, еще раз, простой монах, не осуждающий никаких там чудес. Сам Паисий, вы слышали, избегал этого всего. Не говорят люди о чудесах. Они говорят о самом феномене, о чуде самого Паисия. О его качествах духовных. Простите, батюшка, я в дополнение хочу сказать, что и сейчас караваны не прекращаются. Автобусами с паломниками заполнена и площадь перед монастырем, и вниз очень трудно и долго стоять к нему. Да, и монастырь очень строг. Он не всегда пускает, только по определенным временам. Ну, и очень гостеприимен. Всегда можно выпить чаю, съесть, что-то там, что-то скушить, лукум. И скажите, пожалуйста, такой несерьезный вопрос. У меня внуки спрашивают, правда ли в то, что пишут в детских книжках, вот эти чудеса, ящеречка, ученый, ящерица, ученый, что вот вы не знаете, нет? По этому поводу говорил Паисий, что современные люди, они совершенно перестали верить в чудеса, говорит, еще немного пройдет времени, и вообще все будут считать, что все, что написано о святых, это сказка. Но что конкретно? Что приехал ученый, неверующий в Бога, к Паисию, и сказал ему об этом, что он ездит по всему миру, и что он не верит. И тогда Паисий подозвал знакомую ящерку, она села к нему на ладошку, и он спросил, ты веришь в Бога? Она закивала головой, а ученый заплакал. Вот такая. Почему не верить? Это рассказы людей, которые жили не в 15-м и не в 3-м веке. Это люди, которые жили и были свидетелей еще очень много. Ведь наверняка с ученым еще было множество других людей. Я посещал некоторых современных старцев на Афоне, и когда мы, например, попадали к какому-нибудь старцу, с нами было еще 10 человек. Поэтому, конечно, мы все были свидетелями того, что происходило в Келии старца. Я думаю и уверен, что и здесь это живые свидетели. И, конечно, монахини очень скрупулезно относились к тем всем описаниям. Они говорили, что несколько тысяч страниц присылали люди о чудесах, о разных событиях в жизни Паисия, но они перепроверяли все очень скрупулезно и оставили только те факты, которые можно было подтвердить. Я хотел задать вопрос. Тему мы сегодня обсуждали, это по поводу поста, исповеди и причастия. Сейчас в наше время современное сложилась такая позиция, причем православной церкви, что, возможно, отмена исповеди перед причастием. Некоторые храмы, некоторые священники это делают уже. Но я вот смотрю, изучаю эту тему, я смотрю, что 70 с лишним лет социалистического рая, который был у нас в стране, который убил веру в Бога вообще, в принципе, если человека сейчас отвергать от исповеди, от поста и убирать это все, то я боюсь, что человек просто скатится вниз, так скажем, в преисподнюю. Вот. Насколько это вредит церкви? Вы говорите словами преподобного Паисия, он категоричен был в этом вопросе. Когда ему сказали, что собирает, что должен собраться все православный собор, который отменит посты, он гневно выступил против этого и сказал, если вы немощные, вы не поститесь. Но какое имеете право отменять пост? Ведь может те поколения, которые будут жить после нас, будут гораздо лучше нас. И смогут исполнить этот пост так, как он написан в уставе. Точно так же исповедь причастия речи не идет, может быть, некоторые священники не понимают и миряне не понимают, что имеется в виду отмена исповеди. Конечно, не может быть никакой отмены исповеди, потому что это таинство. Паисий тоже, старец Паисий был, он неустанным проповедником покаяния. То есть покаяние не просто каяние, а самой даже исповеди. Он, будучи монахом без изъяна, бегал с одной кельи в другую, к старцу Тихону, по дороге, которая занимала 3-4 часа, с одной лишь целью, чтобы он положил на его голову не рассказывать ему о своей жизни, как привыкли наши исповедующиеся, о всех приключениях, а бегал только с одной целью, чтобы священник положил епитрахиль и прочитал разрешительную молитву. И считал, что без разрешительной молитвы, без благодати, таинства, покаяния и исповеди, невозможно победить страсти и грехи. Поэтому речь идет о чем? Когда мы говорим о том, что исповедь нужно отменить. Не отменить исповедь, а не то, что заключить, а чтобы были разумные рамки, рассуждения, о котором говорит очень много поиск. В чем рассуждение? Сложно очень. Это сложно, особенно сложно, например, молодым священникам. Например, в Греции есть особенность, вы знаете или нет, не все священники в Греции имеют право исповедовать. Исповедь – это как награда. Священник получает право исповеди через определенное время. Я служил в Афинском приходе, где священник был в Сане 30 лет, но не имел права исповеди. Приезжал монах родом с нашего района, с Афона, в Великий пост, и люди исповедовались у этого священника, но не могли исповедоваться у своего священника. Почему? Потому что, чтобы не было младостарчества и всего, что с этим связано. с одной стороны. Но с другой стороны, когда человек исповедовался вчера, а сегодня идет на исповедь, чтобы получить просто билет, то он этот билет может взять, подойдя к священнику и просто сказав ему, если он духовное чадо священника. Здесь, я думаю, что этот вопрос, как и Паисий говорил, я повторяю слова Паисия, этот вопрос может решать исключительно духовник. Но только духовник настоящий, потому что вы можете приехать ко мне в Крилатском и сказать, что вы, батюшка, сегодня говорили, что если вчера исповедовался, сегодня можно взять благословение, и я вас не благословлю, потому что я вас первый раз вижу. Я благословить могу человека, которого я знаю. Такой вопрос. Все-таки в русской православной церкви вот эта связь исповеди и причастия, она просто заложена конкретно, жестко достаточно. Она заложена, но в этом тоже есть свои проблемы. Потому что человек... Это веками складывалось. Веками, но есть некоторые проблемы, которые стоило бы решать. Это к вопросу, что можно было бы взять у греков. Например, все-таки есть. Например, у греков священник исповедует среди недели. Человек приходит. Поэтому наши миряне, которые бывают на Афоне, говорят, греки не исповедуются, потому что они видят, что к чаше идут все, а нет священника в уголке с эпитрохилю, который быстренько, быстренько всех. Нет, люди приходят, садятся в кабинет, иногда, иногда просто в храме священникам, беседуют, исповедуются, читаются разрешительные молитвы, а потом в воскресный день этот человек причащается. У нас же что происходит? В чем я вижу беду? Что вместо божественной литургии и участия в ней священник стоит длинной, священник, человек стоит в длинной очереди и священнику рассказывает о своей жизни. Ну, иногда некоторые исповедуются. Потом еще проблема священнику мне. Для меня было великим открытием и большим горем, что я не могу каждый воскресный день служить литургию. Почему? Потому что в некоторое воскресенье я дежурный священник и должен в уголке вместо божественной литургии слушать людей. Да, это дело, наверное, благодатное и необходимое, но я тоже лишен радости и участия в Евхаристии. Хорошо, а каким образом веками так происходило? И были такие святые люди? Действительно. Нет, я не говорю, что сейчас нету таких людей, Я сейчас, у меня просто друг друга, вы, наверное, не поняли, я с вами не спорю. Я не говорю, что исповедь не нужна, что она не... Я просто говорю, что нужно, например, исповедовать вечером, например, на все ночные дни, а не исповедовать на литургии. Конечно, на все ночные дни. Нужно, чтобы это была исповедь, а не беседа, а беседа должна быть в другое время. Но в этом тоже проблема, потому что люди наши работают, тем более в Москве, со всеми заботами, они ищут священника, чтобы его поймать. И они его поймать могут в воскресенье только во время божественной литургии. Субботу вечера. Потому что я многим людям говорил у нас, я многие дни дежулю, особенно, когда люди молодые, когда люди первый раз. Я говорю, вы исповедовались, но если вы хотите побеседовать со мной, приходите там, скажем, во вторник. Но люди не приходят, очень-очень редко приходят, потому что или работают, или стесняются, или даже не знают, как это происходит. Вот у греков происходит по-другому. Исповедь происходит среди недели, я думаю, это тоже одно из решений. Исповедь там, например, в среду, а при части в воскресенье. Ну, даже, когда ты вышел после исповеди, бес может одолеть человека, и опять надо идти исповедоваться. Мы все грешны. Все грешны, но это неправильное отношение к исповеди, мне кажется. Потому что человек, если он после исповеди старается исповедоваться последним и бежать тепленьким у чаши, и говорит, Господи, я достоин, прими меня, то это неправильно, потому что Господь, когда с чашей священник выходит, он что говорит? Кто грешный, тепленький, после исповеди быстренько-быстренько причащаетесь? Нет. Он говорит, ко всем обращались, со страхом Божиим и верою приступите. Он не говорит, со страхом Божиим, кто исповедовался, причастился, кто был вчера на службе, приходите. Нет, он говорит, все приходите. Это понятно. Просто к чему я говорю? Если ты исповедовал три дня назад... Есть еще люди, которые хотят вопрос задать, а время уже подходит к концу? Спасибо огромное за ответ. Нет, если за три дня случилось действительно что-то, а так только греки говорят, что он такой из ряда вон выходящий, наверное, не наверное, а нужно идти к духовнику и с ним решать этот вопрос. Пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ваша личная встреча с Паисием в завершении нашего вечера прекрасного, ваша личная встреча с Паисием, какая была? Моя духовная, только исключительно в день его праздника. Да, да. Потому что я сказал вначале, что, к сожалению, я молод, и в те времена, когда Паисий Святогорец был на Афоне, я еще учился в школе и не помышлял, что смогу бывать в Греции на Афоне. Братья и сестры, время наше уже подошло к концу. Давайте поблагодарим отца Сергия. Спасибо, Господи, за внимание. Через неделю встречаемся здесь же на наших курсах. Боже,ate всё, господи, благослови, лучший, господи, Продолжение следует...